Во вторник вечером сотрудникам уголовного розыска удалось при помощи оперативной игры задержать с поличным подозреваемых в разбойном нападении. Исполнители дерзкого преступления были схвачены во дворе жилого дома, куда потерпевший должен был привезти выкуп за отобранный у него Nissan Bluebird. Машины молодой человек лишился за сутки до описываемых событий. Ему позвонил приятель, который попросил подъехать к противотуберкулезному диспансеру на улице Краснодарской. Это была ловушка. Используя звонившего в качестве приманки, подозреваемые стали требовать деньги уже у владельца иномарки. Он должен был где-то изыскать 300 тысяч рублей. В противном случае его другу пообещали прострелить колено. Подъехал я машину, заблокировала другая машина. За рулем не я был, товарищ мой. Забрали у него ключи, нас отвели в лес. Под угрозой пистолета стали требовать деньги. Сказал, денег сейчас прям не могу дать, чтобы дали время. Преступники забрали в качестве залога тот самый Nissan Bluebird. Выкуп жертва должна была привезти на следующий день в авиагородок. Зная, на какой машине ездят вымогатели, а это была белая Toyota Vitz, сыщики провели захват. По мнению оперативников, схвачены оказались все подельники. По плану подозреваемых, денежные средства потерпевший должен был передать на остановке общественного транспорта дом ветеранов. Автомобиль впоследствии должен был передать пословное лицо, которое также участвовало в совершении данного преступления. Все в результате оперативно-рестных мероприятий все лица были задержаны. Похищенный под улом пистолета Bluebird был найден в том же районе. Неподозреваемые, хоть и пытались унять нервную дрожь, уверяли, схватили не тех. Никто никого ничего не отбирал. Я вообще вот в такси сел и поехал сюда с человеком встретиться. И все. А для какой цели встретиться? Я денег занять хотел. Занять? Да. Или получить выкуп? Занять у друга своего деньги. Тем не менее, сходится все. Потерпевший узнал налетчиков, совпали даже номерные знаки ВИЦа, преграждавшего путь жертве у туб-диспансера. Сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых, двое из которых уже были неоднократно судимы за имущественные преступления. Все трое это молодые люди до 30 лет. Двое из которых жители города Хабаровска, один села Заозерное. Один из задержанных работает укладчиком бетона, другой автослесарем, третий молодой человек безработный. У всех троих есть дети. Тойота ВИЦ, имеющая отношение к преступлению, принадлежит супруге самого младшего из подельников. С места происшествия Сергей Полуэктов, Ольга Соколова и Павел Рогатин.